Этот вопрос, а также другие, обсуждаем с чрезвычайным полномоченным послом, советником директора Национального института стратегических исследований, Андреем Веселовским. Андрей Иванович, приветствую. Добрый день. Андрей Иванович, сразу объясню нашим зрителям, в чем весь сыр-бор. Дело в том, что 3-го числа текущего месяца состоялся разговор между министрами обороны Российской Федерации, страны-террористки и Франции. Так вот, Себастьян Лекорню провел первый с октября 2022 года телефонный разговор с Шойгу. В Париже заявили, что обсуждали теракт в Москве. Также министр осудил вторжение Российской Федерации в Украину и сказал, что Франция продолжит поддерживать украинцев. Тем временем в коммунике, который опубликовала Москва, говорили о том, что якобы министры отметили готовность к диалогу по Украине. По данным Ройтер, это ложь. Франция не проявляет никакой готовности к диалогу по Украине. Андрей Иванович, с профессиональной точки зрения, дайте, пожалуйста, оценку происходящему и тому заявлению, которое уже прозвучало из уст официальных представителей Франции. История немножко мутная, извините за такое слово. Может быть, оно не дипломатичное. Дело в том, что Лекорню во время своего звонка также высказал готовность Франции к совместным действиям для борьбы против терроризма и террористических групп. Тут связка простая. Несколькими днями ранее, до того, президент Франции Макрон говорил о том, что ИГИЛ Кахорасан, тот, который совершил террористический акт в Подмосковье, он же угрожал Франции, и его представители, его активистов тоже ловили во Франции. И вот, очевидно, отсюда и идея о том, что может министр обороны Франции позвонить своему визави Шойгу и упомянуть о том, что терроризм – это общая угроза, Франция тут готова сотрудничать. Много вопросов к этому звонку. Ну, во-первых, к кому вы звоните? К кому вы обращаетесь? К людям, которые стирают с лица землю Украину? К Шойгу, подчиненные которого расстреливают украинских военнопленных? И вы с ними хотите о чем-то договориться или что-то им объяснить? Или совместно с ними что-то делать? Ну, разве можно с преступником совместно совершать какие-то благие акты? Только преступление, больше ничего. Ну, и потом вопрос, а почему, собственно говоря, министр обороны Франции звонит министру обороны Российской Федерации, когда борьбой с терроризмом не занимается ни тот министр, ни другой министр? Это другие структуры, которые этим занимаются. Дальше, вот это заявление министра иностранных дел Сижурне о том, что больше мы связываться с российским министерством обороны не будем, потому что они все врут и все пели иначе. Ну, не надо было и опыта такого ставить, не надо было и звонить, и пробовать. Неужели кто-то рассчитывал, что Шойгу скажет правду или отреагирует положительно или выразит готовность совместно с Францией что-то сделать? Франция это иностранное государство, враг Российской Федерации. Не дружественное иностранное государство. Андрей Иванович, получается, что врут и те, и другие? Ну, прошу, извините. Прошу прощения за формулировку, но получается, что врут и те, и другие. Вот это и настораживает. Потому я и говорю, что немножко мутная вся эта история. И дальше Сижурне едет в Африку и через неделю там сообщает, что вот этот звонок, он показал абсолютную недоговороспособность и вранье российской стороны. То есть, очевидно, кто-то в Париже забыл о той памятной сцене, когда президент Франции сидел за столом длиной 25 метров, а напротив него сидел московский диктатор, который через микрофончик ему давал указание, куда надо отвезти войска, как надо отдать Украину, Россию и прочее, прочее. Сцена была ужасная, унизительная. И, в общем-то, она должна была запомниться на всю жизнь. Она не запомнилась. И вот на фоне того, что президент Макрон говорит о возможности присутствия французских войск на территории Украины сейчас, во время войны, во время агрессии Российской Федерации. И параллельно с этим Лекармю звонит убийца Шуйгу и с ним пытается о чем-то разговаривать. Ну, это странно. Поэтому, значит, во всей истории есть плохая основа, которую мы видим, но есть и хорошая. А именно, еще раз продемонстрировано четко и однозначно всему миру, всем нормальным людям, которые могут что-то понимать, что с теми московскими руководителями или диктаторами, или их подручными ни о чем договариваться невозможно. Даже в такой святой сфере, как борьба против терроризма, вы измажетесь в этой совместной борьбе. Вы обязательно окажетесь виноватыми. И не случайно от некого Медведева есть такой тип в Российской Федерации, он подозрён в алкоголизме. Не знаю, должна быть медицинская справка. Что Вашингтон, Париж, Берлин, там еще кто-то был назван. Они устроили теракт в зале Кропус. Ну, А Украина была, конечно, на подтанцовке и там что-то раздавала миллионы. Неизвестно, правда, чего. Вот такая вся эта африканско-парижская история. Вот что она вскрывает. Ну, собственно говоря, мы в Украине знаем, что с Шойгу и Шойгуйами разговаривать ни о чем нельзя. В свое время наш главнокомандующий, а потом и Верховный главнокомандующий сказали очень четко увидел его на нашей земле стреляй убивай. Вот этим мы должны заниматься. И это же должны, кстати, понять наши друзья во Франции. Когда Си-Зимпын председатель КНР приедет в Париж 5 или 6 мая, президент Макрон должен сказать ему именно это, что Франция согласно с украинской позицией увидел российского захватчика с оружием в руках на украинской земле стрелять. Не думай. Вот это единственный правильный ответ. Хотелось бы, чтобы это Си-Зимпын Хоть в Африке, хоть дома в Париже. Ждем и таких заявлений. Андрей Иванович, спасибо большое. Андрей Веселовский, чрезвычайно полномочный посол, советник директора Национального института стратегических исследований был в нашем эфире. Спасибо. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.